Привет снова всем любителям фантастики и приключений в открытом космосе и на разных планетах и астероитах. Мы остановились перед входом в другие подземные помещения на том же самом астероиде, на который нас высадили. Я вам еще забыл указать про другие клавиши. Я вам рассказал про 13 клавиш управления полетом корабля, но я вам не сказал про клавиши стрельбы, потому что нужно стрелять. Для стрельбы вы будете использовать еще две клавиши. Если вы нажмете на Tab, вы увидите карту. Карта очень полезна здесь, она прикольная, потому что она вам покажет все вообще туннели, в которых вы были, в которых вы еще не были. Здесь впереди будут такие огромные уровни, что карта даже просто можете поместиться в экран. Она будет такая огромная, что вы просто удивитесь. И можно включить поверхность Земли, поверхность планеты. Вот видите, я включил поверхность. Значит, у нас маленькое такое маленькое поле астероида. Вот это над поверхностью, а это под. Ну, в принципе, все понятно пока что. Значит, нам нужно дойти и забрать картридж с данными. Также у нас здесь есть фонарик. Вот видите, если вы нажмете на Edge, у вас включится фонарик, но вам нужно помнить, что если вы хотите подобраться к роботам незаметно, то они вас заметят из-за этого фонарика. Поэтому, если светло, можно фонарик не включать. Что у нас здесь? Здесь у нас... Здесь у нас... Мы что-то еще не были или были. Наверное, уже были. Да, мы здесь уже были. Там за окном. Так, малыш уничтожен. Значит, смотрите, вот это вот окно, его можно разбить, но лазером вы его никогда не разобьете. Его можно разбить только либо пулеметом, которого у нас еще нет, либо снарядом. Но стоит нам его разбивать или нет? В принципе. Можно, знаете, что сделать? Например, разбить и подорвать вот этот вот осколочный куб, который там находится. Но он может разрываться и активировать вот этих вот роботов, которые там находятся в спящем состоянии. Вот они. Раз, два, три, четыре. И у нас тогда получится не три робота, но у нас получится, блин, тут роботов целая куча. Короче. Только давайте сейчас хитро так сделано. Подобьем вот это. Закончится. Ладно, хорошо. Мы их заманим в маленькое помещение, тогда их легче просто попадать, где уже маневрированные помещения. Так, взорвали. Вообще-то может это окно разорваться, если мы эту бочку взорвем. Нет. Ладно, хорошо. Так. А, вот этот малыш тут. Который. Я не хочу здесь взрывать этот вот. Надо за ним, надо его гулить. Потому что он потом в самый неподходящий момент появится и нас испугает. Вот видите, он возвращается обратно. Где-то там. Это вид назад. Кто-то исчез. Мы можем смотреть назад. Всегда R. Или клавиша, которая вам нравится. Иногда полезно смотреть назад. Пропал. Хорошо. Значит, чё это такое? Какой-то шприц для нашего робота, наверное. Давай, забираем. А, I got a temporary antivirus. Это временный антивирус. В обратно возвращайся. Return to the ship. Берем все снаряды, которых у нас тут практически не осталось. Тревожить мы этих спящих роботов не будем, потому что они тут очень хитро сидят. Вот этот вот, если вы увидите, вот этот вот кирпич с пятаком таким. Похожий на розетку. Видите, оно взрывается такими осколками. Он может хорошо, он просто все это помещение, он завалит осколками, которые развращат этот рой вот этих вот роботов. Которые нам особо тут не надо, блин. Поэтому пусть спят. Ну что ж, давайте тогда разобьем окно здесь. Желательно, давайте. Какое окно разбить лучше? Давайте вот это разобьем, чтобы нам не возвращаться через вход. Давайте сделаем вход новый. Такой последний раз. Ну и все, у нас здесь свой вход есть. Все. В будущем будет много окон таких. И даже, я помню, я даже застрял на одном из уровней, потому что я не знал, что эти окна оказывается можно разбить. Я в них стрелял лазером, а они оказывается разбиваются. Так, идем дальше. По трубе. Слышно? Какой-то робот здесь. Я слышу робота, блин. Вот они все. Давайте сохранимся. Так, я сохранился. Что у нас такое? Что у нас такое? Роботы. Роботы, они здесь такие, ну, не тупые, блин. Они могут прятаться, могут... У каждого робота своя характеристика. И одни роботы могут прятаться, другие за вами будут нас. Третьи просто нападают тупо. Можете представить, в 99-ом году такая интеллектуальная, блин, роботизация была в игре. То есть не просто на вас кто-то ломился. Вот не трогайте этого чувачка. Вот не советую. Не советую вот этого чувачка трогать, потому что вот это... Вот это они тут находятся, этих два назойливых робота. Хотя можно, в принципе... Можно... Давайте я вам покажу, что вы можете сделать. Если его... Если его атаковать очень сильно, то его можно убить. И вот этот просто не успеет смыться. Ну-ка давайте попробуем. Но надо атаковать конкретно. А, нет, нет, нет. А, нет, успели все-таки, видите. Успели. Замечить. И нам за это получилась жизнь. А, значит, нам будет бриз, если мы уничтожим. В общем, их уничтожать полезно, этих роботов. Давайте тогда вернемся и замочим всех тех четверых. Потому что нам за них, скорее всего, может даже... Будет дана жизнь. Значит, через пробитое нами окно по одному попробуем их замочить. Надо успеть его не отпустить. Видите, он нас задел, блин. Ну и мы получили, что не жизнь, а получили энергию. Значит, понятно. Не будет нам ничего тут, кроме энергии. Энергии у нас достаточно. Полетели дальше. Смысла трогать этих роботов нет. Так, мы подходим к финальному помещению. Вот здесь вот тут, в общем, начнется абордаж. К сожалению, у нас нет наводящих ракет. Ёлки-палки. Ну, тут, конечно, нужно осторожно себя вести. И так, чтобы... Вот отсюда, вот. Как вы видите, попасть с него вообще нереально. Снаряды у нас закончились, поэтому, блин... В общем... А их тут... А их тут просто немереная. Немеренная толпа. Так, давайте отойдем к двери, потому что она сейчас замочит, чтобы нам было легче подобрать все свои... Все свои вещи. Так, подбираем все вещи. У нас появилось 7 снарядов. Поехали. Как неприятно, блин, пропасть от последнего робота. Как же его... Что-то я и завалил. Вот он тут, в общем, застрял. А здесь у нас, кстати, новую роботу есть. Появится сейчас. Они вот так гоним сейчас, как он летит и отстреливается. У релки-халки, смотри какой. Вот так твой. Так, возвращаемся во время... На место восстановления, блин. на место восстановления, блин. Значит... блин долго мы тут летать так вот этот картридж мы его подобрали блин так можем лог посмотреть нажать shift f8 что у нас тут такое но если лог смотрит нас другу-тругу дата трансфер тыщик на сичло значит так что на сип месяц лог говорит пока мы вычитать не будем и просто разбил маленький кораблик тем что об него ударился так значит тоже можно видеть разбирать разбивать робота давайте почитаем что у нас в этом логе значит феникс интерсепта контакт фолфил мы короче взяли этот контракт black shark мы саленды разработка ведется разработка нового оружия называется черная акула в будущем вы увидите это оружие но самое разрушительное блин такое навороченное классное оружие такая black shark ну и это все естественно засекречено classified new shipment to arrive as scheduled новая поставка приедет придет так как было запланировано статус deadline made в общем мы вовремя все сделали production underway shortly в общем продукция то есть производство начнется очень скоро ну и чё чё тут написано в общем продукция не продукция производство этого секретного оружия удвоилась скорость его производства удвоилась это все что в этом картридже было написано вот так вот видите короче производство оружие black shark значит где то мы его там нашли картридж вот например смотрите если я не помню где меня замочили или где мои power up так называемая мы выпускаем нашего работца гида выпускаем гида и он нам а иначе нажимаем f4 говорим go to declassified data вот retention mainframe нам пока это не надо find my power apps вот то что нам нужно сделать вот он нам говорит а ну все мы прямо здесь значит они здесь это есть все отлично значит возвращаясь обратно потому что ты будешь робот будет только нам мешать будет перед перед под ногами блин и мешать наш роботец сейчас здесь опять замочит так вот нас будут замачивать тут постоянно попытка номер три здесь вот я уже помню вот и пробуем спрятаться можно спрятаться можно найти какие-нибудь новые снаряды но жизни можно найти стрелять тут беспорядочное тоже нельзя потому что здесь находятся роботы которых мы можем активить активизировать по напрасно конечно двигаться постоянно блин нет наводящие снаряды у нас есть у нас их нет можно подать знаете что сделать давайте как их заманим сейчас под огонь вот это будет заманим их попытка номер четыре есть так у нас там значит мы что-то тут короче я не сделал значит или мы или я или кто можно включить фонарь на держи чувачок когда вы будете играть вот обратите внимание как клево играет музычка постоянно знаете на таком заднем плане она звучит и так здорово значит я на это уже нажал да на это уже нажал и там короче повернулся шиш какой то механизм ладно хорошо проверяем значит если у нас тут какие то дополнительные шматье какое то которое мы можем взять так понятно отлично все значит с этим куском помещения мы закончили идем дальше хорошо хорошо так без заметника сзади мы его и замочили значит здесь здесь им делать нечего потому что это это такой так называемый рождатель роботов куда-сюда будут вываливаться роботы и они просто будут бесконечно выходить мы их никогда не уничтожили нужно сделать свои дела и быстро свои значит здесь еще есть одно помещение в котором в котором мы не были в котором мы не были нам встретиться блин морской но вы видите как с ними тяжело бороться так у нас появился супер лазер который немного убойнее видите немного убойнее если я попаду несколько раз с этим супер лазером неужели нас сейчас заручит уже и здесь да похоже сейчас опа жизнь появилась жизнь дайте нам кусочи жизни возвращаемся маневр готовы стреляем вот это пятый раз и супер лазер остался там вот здесь вот я не помню хорошо нет не здесь да здесь все готов наши шмотки здесь вот наши чемоданы блин висят мы их сейчас все соберем проверить обязательно все заколочки потому что всегда здесь бывают еще секретные какие-нибудь там такие комнаты это какой-то энергетический тут у нас такой конус и мы его должны значит нужно его активизировать что-нибудь мы должны активизировать нажать вот сюда смотрите мы нажимаем что-то там у нас что-то перемещается включается переместилось а вот значит данные дата трансфер то шип месседж лог опять в наш лог какие-то данные дата трансфер то шип месседж лог то же самое давайте почитаем че тут такое какая-то фатальная ошибка у нас тут что-то у нас тут произошло ну-ка почитаем древес древес семейл доктор директор кроссис контингенци менеджмент паблик статус его статус нашего доктора которого мы ищем он был замешан в каком-то туре значит не замешан он в общем начал какой-то туш тур в общем ему ответили что вам нельзя туда и рэсс спрэд лаб в общем в лаборатории произошел взрыв и замочила семнадцать ученых так вот тут короче такое происходит в общем что-то произошло произошло контингенци или потом произошло заражение ну так что-то мы тут еще не доделали стопудняк я помню здесь еще были роботы другие которые были другие роботы так давайте я уже закончу этот уровень наверное не не значит нам нужно забрать картридж с данными и вот через это окошко быстро уволить так так здесь мы были этого робота убивать смысла нет видишь машинка только мы его убьем хотя смысл был только за вот открылась эта дверь а здесь у нас здесь совсем другие роботы которые блин морской нас замочат очень быстро ну смотрите сколько тут просто толпа значит нам нужно в ту дверь где красный свет где красное освещение а здесь желтое освещение ты смотри что он появился сейчас мы его так осколками раз так это у нас родители роботов и рождатели роботов супер лазер видите там появился новый зеленый робот как же нас быстро замочили а наверно сюда будет ближе так он находится в состоянии френзи когда в него попасть несколько раз что там ничего сохраним игру здесь находится картридж но нужно за нужно избавиться от одного или двоих роботов которые такие очень хитрые блин здесь находятся очень хитрые роботы они тихонько там сидят вот он стреляет нас уже заметил в него тоже непросто попасть где ты вот он вверху так у нас полный у нас все забито если повезет он упадет под огонь нет не повезло смотри ой я похоже взял бессмертие я даже не заметил видите по мне сейчас стреляют на жизни здесь был шар перед смертьем я не заметил я вам его не показал ну блин другой раз вы его увидите когда вы получаете такой шар там такой он похож на сатурн такой синий с ободом это значит все слышали он у меня бессмертие прошло вот здесь еще есть невидимка такой режим невидимки режим бессмертия одна минута все все мы все значит наш наш главный корабль получил доступ к мейнфрейм и они узнали ну-ка давайте посмотрим они узнали где находится доктор тюрьме на астероиде фобос вот его статус и номер 1032 вот находится в недалеко в vicinity brain брэхи какие-то короче инопланетные номера номера название находится недалеко от тюрьме и тюрьме 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 нынешней немеренно немерено вот поэтому надо быстро по камере нас не убили где то вот тут блин где то бы вы не живу а вот и вот вот через это окно о котором говорил мы покинули подземные